На автодороге Хабаровск-Владивосток в километре от поселка Корфовский во время перевозки на тралле сгорел трелевочный трактор. ТТ-4, который используют для транспортировки спиленого леса в таежных условиях, вспыхнул прямо на ходу. В кабине машины никого не было, поэтому жертв удалось избежать. Водитель тягача, который заметил возгорание почти сразу, остановил трал на обочине и попытался бороться с огнем. В его распоряжении были слишком скромные противопожарные средства. В итоге, опасаясь распространения огня стрелевочника на тягач, шофер отцепил платформу от МАЗа и с нетерпением ждал прибытия пожарных расчетов. Караул приехал, но к тому времени двигатель гусеничного вездехода выгорел целиком. Частично пострадала и трансмиссия, и кабина. Внешне же трактор выглядел целым. Оно и неудивительно. Он полностью сделан из металла. Гореть в нем может только дизельное топливо и масло. Причину пожара удалось выяснить на месте событий, причем еще до окончания тушения. В ТТ-4 загорелся двигатель. В момент перевозки он был заведен и работал на холостом ходу. Дизель застучал. Все, дизель вышел из трактора. Выломало шатуном и загорелось масло. Что загорелось? Масло? Конечно, в подгоне. ЧП произошло из-за поломки шатуна. Сломавшаяся внутри деталь пробила корпус двигателя. После этого воспламенилось масло в картере. Следом загорелась топливная аппаратура. В целом пожар во время движения можно считать совпадением. Такие тракторы на делянах не глушат сутками. Это приемлемый для них режим работы. Связано это с тем, что запуск остывшего дизеля сопряжен со сложностями. Предполагается, что трелевочник вполне восстановим. Стоимость такой гусеничной машины колеблется от 500 тысяч до миллиона рублей. С места происшествия Валентин Борозняк, Мария Склярова и Степан Симонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова